Мы договаривались, что вы будете соблюдать закон тишины с такого по такому-то времени. После, как уехала администрация, пару дней его доделали, после этот закон тишины у нас нарушился. Жители улицы Металлоконструкции ежедневно просыпаются от грохота проезжающих КАМАЗов. Все дело в том, что новый арендатор земельного участка в Соколовской промзоне уже несколько месяцев подряд ведет подготовку к строительству велосипедной фабрики. Сейчас предприниматель день и ночь перевозит грунт. Договориться с жителями об оптимальном варианте работы, который бы устроил обе стороны, арендатору так и не удалось. Уставшие от происходящего люди обратились за помощью в администрацию городского округа Щелково. Мужчине было разрешено продолжать свою деятельность только в том случае, если он будет работать в определенные часы, а именно с 8 утра и до 8 вечера, с перерывом на тихий час днем. Также предприниматель обязался установить мойку для колес машин, чтобы пыль и грязь перестали залетать в окна жилых домов. По истечении времени ни одно из этих условий так и не было выполнено. Мы привезли мойку. Зачем мы поставили пустой бак? Хотя бы водой наполнили для отвода глаз. Есть, мы сейчас работу не ведем в данный момент. Зачем мы ее поставили? В связи со всеми нарушениями сотрудниками администрации было вынесено решение приостановить строительную деятельность на данном участке. Ордер на разрешение работ, выданный ранее, был отозван. Строительство не будет вестись ровно до тех пор, пока арендатор не выполнит все необходимые условия. Камазы не станут нарушать скоростной режим, развозить по улице грязь и ездить в неположенное время. У него было время найти сами поправились, он это не сделал. Более того, он нарушил все свои обязательства, которые давал администрация. Поэтому разговор с ним будет очень предельно простой. Жители надеются, что в этот раз их спокойный сон уже не нарушат, и они снова смогут открывать окна. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.